Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выложили Черчилля Третьего. Стоит ли его покупать? Сейчас будем разбираться, посмотрим на само предложение. Скажу сразу, честного обзора сейчас не будет. В понятие честный обзор я вкладываю следующую суть видео. За цен не только самого боя на машине или предложения по ней, а полная оценка технических характеристик, сравнение с другими машинами и сравнение машины по броне с другими машинами, либо просто ее анализ. Подобные видео на канале просто уже есть, поэтому, ребят, подписываемся на канал, ставим лайки, обязательно нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И если вам интересны честные обзоры конкретно на данную машину, то в пределах данного видоса вот здесь наверху будут соответствующие ссылки на эти видео, и плюс еще в описании к самому видосу вы найдете ссылки на честные обзоры на Черчилля. Теперь, что касается самого предложения. Полторы тысячи золота за Черчилля, 7 дней према, камуфляжек, x5 в количестве 10 штук, но на самого Черчилля, поэтому особых результатов от них не ждите. Вы не сильно поднимете свои копилки, уж тем более не сильно поднимете свой элитный опыт экипажа, конкретно на Черчилле, потому что он не сильно фармищая машина во всех отношениях. Что касается сертификата на исследование танка, ну, я не знаю, имеет ли это какой-то смысл, все-таки пятый левел себе открыть как бы не так уж и сложно, играя на четвертом. Что касается всего остального, то остается только слот в ангаре, чтобы машину поставить, вдруг у вас его нет свободного, и есть открытое все оборудование, но, ребята, оно не стоит каких-то там баслословных сумм в серебре, поэтому особой ценностью не является. Если вы сразу начинаете задумываться над покупкой ради 7 дней према, то подумайте по поводу качества самой машины. По большому счету вы тогда покупаете именно 7 дней према, а не транспортное средство для того, чтобы пользоваться им в игре. Обратите внимание также на то, что предложение на другую пятерку стоит 2000 золота без 7 дней прем аккаунта, и у вас есть Х5 в количестве 10 штук на любые танки, а не на конкретную пятерку. О чем это говорит? Это говорит о том, ребят, что разработчики сами не верят в Черчилля. Они не верят в то, что без 7 дней према, которые они сюда положили, кто-нибудь из игроков изъявит желание приобрести себе за полторушку данную машину. Именно для того, чтобы поднять интерес к вот этому набору и положили 7 дней према. И это неудивительно, потому что из тройки премиумных тяжелых танков на пятом уровне я лично считаю Черчилля самой унылой машиной. Почему? Будем сейчас разбираться, забрасываясь в катку. Ну и параллельно с тем, хотелось бы отметить, что Черчилль 3 машина однозначно не та, которая будет доставлять вам массу удовольствия от боев. На 10 боев у вас будет в лучшем случае 2 катки, в которых вы будете фаниться. Во всех остальных катках вам будет не нравиться то, что происходит. Это связано с тем, что машина крайне скудно подвижная, машина крайне большая, она светится как новогодняя елка, она крайне картонная, ее время перезарядки 6 секунд вроде бы терпимое, но ее альфа, грубо говоря, там в 140 единиц, как правило, которые она закидывает. Это ни о чем, учитывая то, что этого засранца постоянно бросает к шестеркам. Я реально не помню, когда я на Черчилле 3 заходил в бой и попадал против себе подобных пятерок, а уж тем более сталкивался с четверками. И теперь представьте себе, что вот это вот одоробло, которое деланное каким-то железным дровосеком, который вырубил его своим топором, что вот это одоробло не обладает абсолютно никакой броней. Что у него есть крайне хреновая маска мехвода и нижний бронелист, которые тупо прямо расположены, да, вот так вот. Что у него есть абсолютно прямая башня, у которой нет абсолютно никакой приведенки, и она к броней не отличается. Что как только вы отворачиваете свою башню, вы получаете в щеку, а если башню вы не отвернули, то вы просто вот так вот напрямую получаете вгрызло. Что вы просто огромная махина, которая напоминает больше лимузин, который пытается во дворе повернуть, чтобы к дому подъехать. Ты крайне неповоротлив, ты не можешь вовремя отвернуться для того, чтобы нормально там как-то танкануть. Да и в принципе у тебя это не получится, даже если ты попытаешься это сделать. Потому что танковать тебе нечем. Потому что ты разворачиваешься с вот такой вот скоростью, это просто капец какой-то. И потому что выезжая на того же самого вот этого чето, ты бросишь в него в данном случае 170, не знаю, может игра подкрутила. Но по большому счету в основном забрасываешь 140. И это тоже крайне грустно. Выбили двигатель, прям супер. Едем дальше, ни в коем случае не сдаем назад, не отворачиваемся. У нас на это нет времени, мы выжить пытаемся. Короче говоря, ребят, машина крайне неиграбленная, крайне невеселая, и ничего хорошего она вам не принесет. Если у вас есть свободное золото, и вам нужна пятерка, и у вас нет еще в своей коллекции, допустим, ПЗ-5-4, ребят, не покупайте за полторушку это предложение, кроме как если вам нужен прям аккаунт, прям вот вообще кровь из носу. Лучше возьмите себе ПЗ-5-4, и поверьте мне, вы хотя бы сможете получать удовольствие от того процесса, который у вас будет в игре, играя на ПЗ-5-4. На этой же машине получить какого-то рода фана у вас не получится, настрелять какого-то урона тоже не выйдет. Вы будете постоянно заниматься тем, что будете пытаться перекатиться куда-то, не получить тычку, потому что каждая тычка, которая будет в вас прилетать, это будет урон. Урон однозначный, и с учетом того, что вы играете против шестерок, однозначно не в вашу пользу размер. Доехать куда-то на нем, блин, да, это такое впечатление, что это, не знаю, Титаник, который надо попытаться раскочегарить, потом вовремя остановить, причем остановить его гораздо проще, чем раскочегаривать. У него вообще нет никакой подвижности, скорости, как я уже сказал, поворотливости. Короче говоря, это машина практически одного направления, на которой вы, если начинаете какое-то движение, то вы его должны любой ценой закончить. Точность орудия тоже оставляет желать лучшего, на удивление, хотя это дырокол, да, как таковой. Но у этого дырокола, кстати, ребят, нифига нет пробития, ну вот просто, к слову. Сейчас мы зайдем, посмотрим на технические характеристики самого орудия ради интереса, и еще раз отправимся в бой. Ну просто не хочется быть голословным, и коль я уж так прямо говорю о данной машине, хотелось бы свои слова хоть как-то обосновать. 460 единиц нанесенного урона. Что касается результатов по фарму, то здесь у нас красуется обалденная сумма в 57300 чистыми, но это с учетом прем-аккаунта, бустеров, кредитов, которые я забыл отключить. Таким образом, получается, что особым фармером машину тоже не назовешь. Ну, хорошо, не в минусе, но все-таки это не про фарм абсолютно. И второе место с конца. Мне даже гис поставили. Я не удивлен, потому что, в принципе, я практически ничего в бою не сделал. Но на нем реально очень страшно выезжать на соперников, особенно против шестера. Что касается орудия. Есть орудие, у которого есть среднее пробитие в 115. У меня установлена оборудка именно на пробитие. Потому что если вы ставите досылатель, да, вы экономите себе, но вы теряете, ну, экономите КД, но вы теряете в пробитии. И против шестерок многих с таким пробитием в 110 вам очень сложно. Ну, реально сложно во всех отношениях. Есть другое орудие, которое будет с вот такими вот характеристиками. Там будет урон по ДПМу практически тот же самый. Время перезарядки будет существенно меньше. При этом всем средняя бронепробиваемость будет 137. Да, окей. Но тогда у вас урон 90. И играть на данном орудии против шестерок, ну, не настолько весело. Давайте его установим. Возьмем себе, допустим, там как-нибудь просто, как говорится, голды от балды. Не, ну, это сильно много балды. Мне все-таки экономить надо. Скоро у нас новая ветка, ребят, выходит. Экономьте серебрянью. И что, отправляемся в бой тогда на этом орудии. Так, еще раз, я установил его? Да, установил. Отправляемся на этом орудии. Ну, и, соответственно, попытаемся чего-то сделать. Не знаю, ребят, очень сложная машина и крайне мало фановая. Ждем, пока нас туда забросит. Ну, и продолжим уже, когда бой начнется. Итак, друзья, начался бой. И благодаря тому, что мы переставляем орудие с топового на базовое, нас бросает к пятеркам и четверкам. Безусловно, в таких условиях Черчиллю гораздо проще. Но все же, ребят, это далеко от идеала. И что касается игры на данном орудии, то у меня всегда оно вызывало вот такие, знаете, ностальгические воспоминания о игре на Матильде. Вот когда ты на Матильде играешь с ее бешеной скорострельностью, но небольшим разовым уроном, то ты действительно себя чувствуешь, ну, кайфово. Это действительно нравится. Но стоит помнить, ребят, что данная машина не Матильда в отношении брони и в отношении точности орудия. Вот тычку получил сейчас. Даже прицелиться нормально в Б-1 не получилось. Ладно, поехали. Попытаемся туда подъехать. Подвижность машины просто вымораживает. Реально. Настолько, насколько только может. Один сплошной дискомфорт. Так. Стоит, кстати, ребят, помнить, что на данном аппарате упреждение по стрельбе должно быть существенное. Не сильно бодро летит снаряд. Вот, как вы видите, не успеваешь нормально закинуть. Зато в тебя закидывают, блин, как в молодого. Нет возможности никак танкануть вообще ничего. Даже, блин, ПТ-хайта умудряется каким-то образом получать рикошеты, в отличие от меня. Реально жесть какая-то. Давай, показывайся. Нет, пробить дверь. Зачем разработчики наделили данный аппарат топовым орудием, который будет совать вас постоянно в бои против левела выше, я, честно говоря, не понимаю. Вот серьезно. Если вы изначально сделали такую слабую машину, то уже дайте ей возможность воевать просто у себя на уровне, чтобы хоть как-то быть, ну, хоть чуть-чуть результативным. Я сейчас этого товарища фиг доберу. Так, 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 так. Ну и что? Все. Попал. Да то, что я попал, это точно. Я еще и так круто попал. Просто вообще красота. Вот такой вот он, Черчилль. Без всяких прикрас, без рассказов по поводу того, что за полторы тысячи вы покупаете себе какого-никакого фармера, что это, в принципе, нормальное предложение, потому что есть 7 дней према. Ребят, нормальное предложение это ПЗ-5-4 за 2 косаря, если сравнивать конкретно с этой машиной. Что мы получили от своего базового орудия? Мы получили лучше скорострельность, но сразу упала альфа. Мы играли против пятерок и шестерок, и если бы у этой заразы была хоть какая-то броня или хоть какая-то подвижность, тогда это орудие можно было бы лучше реализовать. И так вы все равно продолжаете оставаться таким, знаете, огромным, но все же мальчиком для битья. Есть 1000 урона, есть один уничтоженный товарищ. Что касается результатов по фарму серебра, то здесь, как ни крути, получается все равно не так уж и густо. Хотя лучше, чем вообще ничего. Если вам нужен хоть какой-то фармер, возможно, он для вас. Что касается, ребят, результативности по команде, то здесь у меня гордое первое место. Но, ребят, это гордое первое место связано с тем, что нижние, вот эти вот трое товарищей, особенно двое нижних, они не сделали ровным счетом ничего для того, чтобы мы победили или для того, чтобы дать хоть какие-то результаты. Будь они немножко более результативные, я не думаю, что я бы занимал первое место, но, возможно, мы бы хотя бы победили. Вот такой вот он Черчилль третий. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать машину, какой она будет в руках игрока с 50-55% по статистике. Если вы скилловый игрок, то вам, в принципе, что в руки не дай, вы все равно на этом сыграть сможете. Это было честное мнение по поводу Черчилля третьего и предложение в магазине. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите пальцем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я рассчитываю на вашу поддержку в развитии моего начинания. Спасибо вам большое за просмотр, приятных игр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!